Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор интернет-компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатулин. Ключевые моменты сегодняшнего обзора. Moody понижает национальный кредитный рейтинг Турции, коррекция по турецкой лире заканчивается. Шанхайский композитный индекс борется за уровень 2700 на фоне новостей о переговорах, но предыдущие попытки намекают на продолжение дефляции. Почему американским акциям не стоит бояться количественного ужесточения и что говорят агрегированные корпоративные данные по американских компаниям о их финансовом будущем? Глобальные фондовые рынки начали неделю с роста на фоне сообщения о том, что США и Китай проведут переговоры по поводу торговых отношений, причем инициатива поступила именно со стороны США. Турецкая лира вновь подешевела выше, чем 6 лир за доллар, то есть коррекция заканчивается. Это произошло в пятницу, после того, как агентство Moody понизило национальный рейтинг страны еще на один уровень. Стоимость защиты от дефолта, как показывает кредитодефолтный своп, вновь начала расти. После публикации мер по спасению лиры регулятором кредитный своп вроде снизился, но потом произошел снова его рост. Европейские акции стали основным бенефициаром роста в понедельник благодаря новостям, что Вашингтон и Пекин проведут переговоры на низком уровне. И прошлые неудачные попытки пока не позволяют считать текущий рост фондовых индексов более чем кратковременное облегчение. Wall Street Journal сообщил, что переговоры пройдут с 21 по 22 августа за день до введения ответных китайских тарифов против США на 16 миллиардов долларов. Тот факт, что США сами выразили желание провести переговоры, слегка повышает шансы на позитивный исход, что шанхайский оппозитный индекс здесь, правда, не видно, но он отыгрывает. Сегодня у нас закрылся в небольшом плюсе на 1%. Он пытается отыграться от критического уровня поддержки чуть ниже до уровня 2700. Но это, скорее всего, выглядит как осторожный откат от данного критического уровня. И как раз таки с приближением даты 30 августа, когда Трамп будет опубликовать новые меры по наказанию Китая за его несправедливую торговлю, индекс может возобновить снижение. Следующим уровнем поддержки станет минимальный уровень с середины 2014 года. Это уровень 2000. Если встреча не принесет значимых результатов, рынок переключится к южному событию 30 августа. Это будет новый раунд эскалации конфликта. И тарифы будут намного превышать объем предыдущих. S&P 500, в свою очередь, приближается у нас к историческому максимуму. Вновь он это делает. И дальнейшую его динамику будет определять два фактора. Отдача чего-то очередного выстрела США в Китай, имеется в виду тяжесть ответных тарифов Китая против США, а также привлекательность американских акций в качестве актива-убежища в случае ухудшения прогноза в остальном мире. Как, в принципе, происходило это на прошлой неделе, когда развивающиеся рынки дали резкий сбой. По уважительной отчетности американских компаний, солидный рынок труда, я отмечу, пока что солидный, позволяет закрывать все глаза на изъятие ликвидности со стороны ФРС. Я хотел бы напомнить, что согласно отчетности компаний США за второй квартал, прибыль на акцию у 79% компаний из индекса S&P 500 не превзошли ожидания, а у 72% продажи превзошли ожидания. Форвардная оценка по прибыли на акцию для американских компаний, вот здесь ее можно видеть, она у нас продолжает расти, и она это делает, растет она у нас неуклонно вверх. Замечу, что при вот этой февральской коррекции S&P 500 форвардная оценка прибыли на акцию подскочила на первый квартал, и несмотря на индекс, перешедший в снижение, форвардная оценка прибыли на акцию продолжила расти, что, возможно, внесло свой вклад в восстановление индекса. При этом ожидания, то есть при этой коррекции, ожидания касательно прибыли компании не были испорчены, причиной обвала, если вы помните, стало сдутие пузыря на фьючерсах по волатильности VIX. Поэтому откуда взяться коррекции, если прогнозы по росту американских компаний сохраняются, в то время как на других континентах перспективы в акциях не особо радужны, как бы встает вопрос, куда бежать, да? Денежное ужесточение ФРС, которое многие считают предвестником кризиса, конкретно для компаний, для американских компаний, означает лишь рост стоимости обслуживания долгов. Но в условиях роста прибыли эта проблема не выглядит так зловеще. Стоит также отметить, что накопление частного долга со стартом количественного смягчения после кризиса 2008 года происходило в развитых экономиках гораздо медленнее. Даже произошло некоторое снижение долга по сравнению с развивающимися экономиками, где как раз-таки приватный долг у нас неуклонно рос по отношению к ВВП. Это означает то, что долговая нагрузка на компании в США, она должна, возможно, была бы и снизиться даже. Поэтому все предупреждения о том, что рост стоимости обслуживания долга, рост доходности может как-то действительно потрепать или ухудшить позицию американских компаний, это, скорее всего, не имеет какие-то обоснования. Но вот эта картинка, например, доказывает обратное. Количественное смягчение ФРС обычно связывает с инфляцией активов, так как наличие постоянного покупателя запускает круг, то есть начинается с снижения доходности. Соответственно, у инвестора происходит рост аппетиток, рисков и поиск доходности. Это еще, в свою очередь, еще больше снижает доходность на рынке и также тянет цены на активы вверх, то есть происходит их инфляция. Это, в принципе, является повышательной фазой в кредитном цикле, описанном еще Ирвингом Фишером в 1933 году. Если же вспомнить, как происходит переход в фазу снижения, то ей, прежде всего, предшествуют проблемы с обслуживанием долга. То есть сначала происходит продажа активов для ликвидации долгов, потом и затем происходит дефляция активов компании, потому что, естественно, цены падают. Соответственно, нарастают проблемы с обслуживанием долга, и компания приходится дальше избавляться от активов, чтобы как-то погасить свои долги, что еще больше усиливает дефляцию активов. Это как бы понижательная фаза в кредитном цикле. Следовательно, необходимо искать сигналы к тому, что американские компании не перестают рассчитываться по долгам. Однако в условии высоких прибыли и избытка средств от снижения налогов такие сигналы не могут поступить без сильного внешнего шока, коими, конечно же, рассматриваются ответные китайские тарифы против США. И этим также объясняется и уверенная позиция ФРС в прогнозе ставок. Будь она озабочена проблемой пузыря на фондовом рынке, она бы сразу не стала использовать одновременно два инструмента, то есть повышение ставок и чистку баланса активов. Вот если взять, к примеру, ЕЦБ, осторожное снижение активов, то есть у него сейчас происходит осторожное снижение активов на балансе, причем он также очень осторожен по поводу предоставления каких-то прогнозов по повышению ставки и сейчас намекает на то, что, возможно, это произойдет в третьем квартале только в следующем году. Но и подъем экономики в еврозоне, конечно, гораздо более вялый, чем США в текущей ситуации. Для сильной поэтому коррекции S&P 500 нужен какой-либо сильный шок. Например, как я уже сказал, это китайские тарифы в большом объеме. Но в условиях нарастающих структурных проблем Китая, это можно описать тем, что он переключается на хай-тек сейчас, а, соответственно, забрасывает его старую стратегию поддержки компании, которые производят обычные потребительские продукты сейчас, поэтому для них условия в Китае ухудшаются, растет стоимость аренды на землю, растет стоимость труда и так далее. Поэтому сейчас еще с усилением давления США происходит вот такая волна переориентации на какие-то другие регионы для производства. Поэтому ответные тарифы Китая в данном случае выглядят довольно-таки неразумно, так как стрелять, опять же, все в ногу. Поэтому в худшем случае прогноз по S&P – это флэт вблизи исторических максимумов или чуть выше. Доллар, соответственно, у нас будет оставаться сильным. На сегодня у нас все. Это все, что я вам хотел сказать. Спасибо большое за внимание. Встретимся с вами в среду.